Христос воскрес Это по-молдавски, и люди знают, как отвечать. Драгоценные, сегодня мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Вы знаете, вот для начала, потрясите мне своими Библиями. Давайте, пожалуйста, пожалуйста, одна, две, три, четыре, пять, no, no, спрячьте свои телефоны, Библию, живую Библию покажите мне. Как вы сейчас можете смотреть на две главы одновременно? Вот скажите мне, пожалуйста, это последнее воскресенье, когда вы пришли в собрание без Библии. Хотя бы до тех пор, пока мы Ефесянам изучаем. Как можно смотреть в панаряне Писание, если вы видите не больше восьми стихов? Простите, друзья, но вот так, такое вступление сегодня. Спасибо, Саша. Друзья, вы знаете, раньше, чем продолжать, мы сегодня будем изучать с пятой главы, с восьмого по семнадцатый стих. Я бы хотел буквально в пару минутах кратенько повторить то, что вы уже знаете, то, что мы изучили, вот буквально с самой первой главы. И хочу сказать, что первая, вторая, третья, четвертая глава до семнадцатого стиха Господь через Павла преподает нам ценнейшую теорию, которую мы должны засвоить, как верующие люди. Первое и главное, на протяжении этих глав Павел нам напоминает, что мы имеем в Иисусе Христе. Кто мы в Иисусе Христе? Очень важно. И я буквально несколько, вот несколько кратких слов из стихов, которые мы прошли. Что Он сделал для нас? Он нас избрал. Он нас усыновил. Он нас искупил кровью Сына Своего. Нам принадлежит наследство. Мы запечатлены Духом Святым. Мы спасены по благодати, о чем сегодня говорили. Мы члены Его тела, о чем сегодня напоминали. Мы часть церкви. Из язычников и евреев, которые Мессию приняли. И Господь по Своей милости убрал эту преграду, которая стояла между одними и другими. И каждый из нас может иметь служение тем даром, который дал нам Господь Иисус Христос. И вот подойдя к 4.17, Павел почему-то меняет тон и меняет направление и говорит, вы вот такие сегодня. Вы Господни сегодня. Смотрите, друзья, дорогие, там очень жесткие слова. «Говорю и заклинаю Господом, чтобы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Кажется, ну уже все нормально, мы Господни. Зачем, Павел, ты нам еще настроение портишь? Друзья дорогие, вот кто давно у Господи, тот понимает, что напоминать все-таки надо. И вот этот старый жакет, в котором мы ходили в миру, где-то на гвозде, в подсобке должен висеть, чтобы мы туда заглядывали и вспоминали, когда мы в нем его одевали последний раз. И здесь Павел очень жестко напоминает, каким мы были, и не дай Бог, чтобы когда-нибудь туда вернулись. А дальше чуть-чуть как бы полегче к нам обращается, но обращает наше внимание, чего не должно присутствовать в жизни верующих людей. И он делает такие славные сравнения. Он нас говорит, что «облекитесь», то есть «оденьтесь от головы до подошвы». И смотрите, ценные слова, 4.22, вот оттуда все начинается. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового, созданного по Богу». Сильно, друзья. Я хочу ваши руки увидеть. Кому несложно. Покажите мне руками, как бы вы сделали отложить. А ну, покажите. Отложить. Знаете, друзья, дорогие, некоторые к Богу идут так. Вот так. И потом также избавляются от своих порочных всяких вещей, которые вижу вот так. И проходят годы. Я обратил внимание на это слово. Резко сделаем. И там сравнение. Опять Павел нам напоминает, какими мы были, какими мы стали. Раньше и склевал похотях, сегодня праведный и святой. Раньше обманывал, теперь говорит истину. Раньше воровал, а сегодня трудится своими руками, да еще раз дает. Раньше были гнилые слова, сегодня благодать для слушающих. Раньше злоба, ярость, крик, сегодня сострадание и прощение. Друзья мои, помните, вот эти напоминания апостола Павла для нас, верующих людей. Тогда-то ефесян, которые пришли и приняли Иисуса своим спасителем и Господом. И осталось сегодня на века, чтобы мы использовали. И для меня вот тот отрывок, который читал прошлое воскресенье, пастор, начинается 5 глава стихом. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Единственный представитель Писания, им был апостол Павел, сказал, подражайте мне, как я, Христу. Подражайте Богу, чадо возлюбленное. И тогда вы не влетите, тогда вы не испачкаетесь. А когда, не дай Бог, что-то случится, вы будете знать, как выбраться оттуда. Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. И там еще несколько стихов первых, пятой главе говорится о том, говорится о разврате, говорится о разнузданной и похабной речи, говорится о жадности, которая как идолопоклонство и объединяя это, Павел говорит, за это приходит гнев на сынов. Противление, братья и сестры, будьте очень и очень внимательны. Я бы хотел, чтобы этот стих как бы светился перед нашими глазами. Подражайте Богу, как Его дети. Подражайте. То есть, какой Христос, такой и я. И я сейчас обращаюсь к тем словам, которые мы будем читать сегодня. И это с 8 стиха пятой главы. Откройте свои священные писания, где бы они ни находились, помятуя, что в следующее воскресенье вы придете с Библией. 5, 8 и до 17. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытуйте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают, тайно стыдно и говорить. Все же обнаружимое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Поэтому сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дрожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Друзья, я до сих пор читаю синодальный перевод. Многие читают новый перевод, многие читают другие переводы. Я читаю синодальный, он мне как песня. И знаете еще почему? Потому что много в юности, особенно когда Господь коснулся, я учил наизусть. И вот эти слова, вот эти стихи остались в моей памяти. Друзья, и вот подражайте мне, мы прочитали 10 стихов, 7 из них говорят о свете и тьме. 70 процентов нашего текста сегодня говорится о свете и тьме. И вот этот стих, подражайте Богу, как чадо возлюбленный, пусть он будет заглавным, хотя он не в тексте сегодня нашем. Подражайте Богу. И вы знаете, перед глазами открылась панорама, то, что говорил Христос, то, что говорил о себе, то, что говорили о нем. Евангелие от Иоанна, если вот исследовать его, сколько там сказано о свете и тьме. Я просто не посчитал, ленился, если честно, посчитать, перечитать Евангелие от Иоанна, чтобы сказать вам точно, сколько раз. Но я хочу вам сказать, первая глава, вначале было слово, и вы знаете, не дальше 4 стиха. «В нем была жизнь, и жизнь была свет для людей, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его». Как красиво сказано. 9 стих там говорится так. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». И буквально перевернете две страницы встречи Иисуса с Никодимом. Там написано, почему мир его не познал. Иисус говорит Никодиму, суд же состоит в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злые. Им нравилось так жить. Иоанна 12, 46. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий не оставался во тьме». А Матфей напомнит нам слова пророка Исаии, 4 глава, 16 стих. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране, и тени смертной, воссиял свет». На восьмой день от рождения Христа, когда его принесут в храм, придет старик, Симеон возьмет его на руки и скажет, «Ныне отпускаешь, раба твоего, владыка, с миром, ибо видели, отчима и спасение твое, которое ты уготовил при лицом всех народов». Что дальше там было? Свет к просвещению язычников. Друзья, какие-то мощные слова, когда этот человек, чаевший, ожидавший Иисуса, берет, и Дух Святой дает ему откровение, и он цитирует то, что говорится в Писании. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, какими мы были и какими мы есть». Не забывайте, что послание написано к Ефесянам. И не забывайте, что где-то там на горе стоит храм Артемиды, куда некоторые, которые сидели в том зале и слушали пал, которым читалось это письмо, буквально три недели, возможно, еще назад были там. Были во тьме, но Господь просветил и очи увидели спасение. Друзья, этот величайший контраст, который мы сегодня хотим показать, какими были и какими стали. И вот на память пришла 19 глава «Деяния святых апостолов», и она начинается такими словами. «Во время нахождения Аполлоса в Коринфе Павел, обойдя верхние страны, пришел в Ефес». И вот это зарождение церкви в Ефесе, которой он потом напишет это письмо, он встретил первых людей, которые уже знали о Боге. «А вы кто?» «А мы, говорит, Иоанновы ученики. А во что вы хрестились?» «Мы в Иоанна Христителя хрестились». И он проповедует им, и они принимают Духа Святого. И вот это, я думаю, это было начало этой церкви. И вы знаете, пришел момент, когда Павел три месяца проповедует в синагоге, и народ обращается к новому учению, но потом подняли хай против него, и он переселяется, проповедует. Два года написано в училище некого тирана. Так звучит как-то нехорошо, это имя тиран, хороший человек. И в еврейском переводе написано, что это школа для изучения Торы некоего тирана. И написано там, что вся вот эта провинция, куда входил город Ефес, прошли, слушая слово от такого сильного оратора, которым был апостол Павел. И там, помните, поднялось восстание, там поднялся Дмитрий, ремесленник, который делал статуэтки Артемиды, и там такое было. И вы знаете, и вот эти люди, которые сидят и слушают это письмо, которое читалось в их церкви, возможно, они орали там два часа велика Артемида Ефеская. Попробуйте, хотя минуту покричать велика Артемида Ефеская. Будете искать конфетку, чтобы вам как-то горло протереть, два часа кричали. И вот кое-кто из них уже сидит в собрании. Друзья, кем были, кем стали, друзья, это сердце наше должно быть постоянно благодарны Спасителю нашему. Даже если ты вырос в семье пастора, как я, но Господь коснулся вот в юности, показал, что батя тебя не заступится, когда будешь стоять перед Всевышним, ты будешь отвечать. И Господь помиловал. И вот, знаете, вот кем были, кем стали. И в Матфея Нагорная проповедь, 5 глава, 14-16 стих. «Вы, вы, это я свет миру, сказал Христос. А потом говорит, вы свет миру, мира. Не может сокрыться город, стоящий на вершине горы, и зажегший свечу не ставит под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот что было, а вот что сегодня есть. И вы знаете, когда-то есть такой евангелист Сергей Гаврилов, он когда-то в нашей церкви был, сейчас он пастор в Москве, и он сказал такую фразу, я запомнил. «Уголь, когда горит, дает свет и тепло, а когда не горит, шахтеры, скажите мне, когда уголь не горит, и когда вы выходили оттуда на свет Божий, с вас можно было фотографию делать? Уголь пачкает. Поэтому, друзья, когда моя измененная жизнь, я должен гореть, я должен греть. Вы никогда в жизни не видели, когда догорает свеча. Я в детстве, думаю, последний раз видел. Горит, горит, а потом вот эта нитка или гнет, говорили в нашей местности, так тух, и упал, упал в этот парафин, только дымок пошел. И вы знаете, смотришь, вот эта измененная твоя душа, и смотришь на людей, они говорят, горят для Христа, но когда горит, горишь, тогда и выгораешь. И вы знаете, придет момент такой тух, и потух. И кто-то из соседей и друзей говорит, слушай, мог бы пожить. Ну такой же был благословенный человек. Тух, и потух. Просто пришел момент, выгорел. Прошел тот момент, на который его поставил Господь Иисус Христос, отдал все до последней искры и ушел из этого мира. И как Христос сказал на Иоанна Христителя, он был светильник, горящий и светящий. Вот, друзья, жизнь короткая в человека, тридцать с чем-то лет. Засветил, прогорел и ушел. Дай Бог, дай Бог, чтобы у нас так получилось. Кстати, свет это возможность видеть во время темноты, это тепло, это комфорт и бодрое настроение. Вы знаете, когда я прочитал, бодрое настроение у тебя, когда свет горит. Друзья, я помню, когда двое суток с половиной не было света, и один из членов нашей церкви сказал, меня кости болят от того, что я одет и сплю под двумя одеялами. Вы никогда от холода кости не болели? Это делается комфортно, когда свет. Но здесь говорится не о лампочке, которая светит. Здесь написано еще о этих факелах, вот этих светильниках, которые горели и которые грели и делали жизнь комфортной. И дальше, друзья, я хотел бы обратить наше внимание с вами на 9 стих. Потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истины. Характерные черты для детей света это измененная жизнь. Это свет, который идет в душе. Вы никогда не слышали? Конечно слышали. Светлый человек. Но как бы нарисовали светлого человека? Светлый человек, измененный, плод духа, плод света, пребывающий в его жизни тоже, что плод духа. Здесь просто идет сравнение. Помните, в Галатах там плод же духа. Давайте перечислим. Любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что-то я забыл, пропустил. Благость, доброта, то есть нашими словами. И вот здесь говорит, плод, плод духа состоит во всякой благости, опять повторяется, праведности и истине. Благость, доброта и щедрость. Праведность – это верность Богу и Его заповедям. Истина – это практическое знание слова и мудрость, позволяющая ходить перед Богом. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познаете истину и истина сделает вас какими? Спасибо. Вот, друзья, измененная жизнь человека, измененная, плод духа, плод света в его жизни, светлый человек, и его не нужно делать, не нужно гнетик подкручивать, он светлый, даже вокруг, когда темнота драгоценной Мои. И вот этот отрезок, который мы читали за тьму, за свет, что было во тьме, что сейчас во свете. И вот обращаю ваше внимание на 11, 12, 13, 14 стихи. Ибо о том, что не делает, тайно стыдно и говорить. Все же обнаруживаем и делается явным от света, ибо все делающийся явным свет есть. И 11, я пропустил, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Верующие мои, дорогие, скажите, пожалуйста, вам часто приходилось кого-то обличать? Писание разрешает пасторам даже строго обличать. Разрешает обличать пред всеми, чтобы и другие страх имели. Но я вам хочу сказать, это опасно. И если вы решили кого-то обличать, то сначала прочитайте 1 Тимофею в 1 главе. Думаю, это там сначала. Цель же увещания, то есть обличения иногда, спасибо. Дальше. Нелицемерная вера и добрая совесть. Вот если эти три компонента у вас есть, любого чистого сердца, вы нелицемерно веруете, и что там еще? И совесть добрая. Тогда можете приступать к обличению, но это не гарантирует, что у вас не полетит камень. всегда помните Иоанна Христителя, который остался без головы за свое правильное обличение. Но я думаю, кто слышал это слово? Это эфесяне, которые, вот я говорил, три недели тому назад еще в храме были, еще в этих оргиях ночных участвовали. Вырвался сегодня, а там еще вот Мария или там Арон остались, давай, давай я буду их вырывать. Друзья, не молчите, хотя вы знаете, что возможно вам скажут, не понял, ты че святой стал? Не слышали такого? Я слышу. Ну ты че? Ничего. Это не я. Это уже другой человек. Че было там вместе с тобой? А ничего вот сейчас. Поэтому, друзья, имейте смелость, имейте дерзновение сказать людям. Вот. Они живут в таком городе, они живут в такой обстановке. Но 13 стих говорит, что тот свет, который у вас и которым вы будете жить, будет менять эти жизни для жизни в Иисусе Христе. Идем дальше. По тексту и здесь 14 стих, поэтому сказано «Встань спящий и воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Где сказано вообще-то? Друзья, здесь Павел цитирует, говорят исследователи Писания, Писание один раннехристианский гимн. И я посмотрел в еврейский перевод, там, когда цитируется что-то, цитируется, но не из Писания, они так в колонку выписывают. И это действительно, я думаю, что ефесяне даже знали слова этого гимна, возможно, даже знали наизусть. Говорят, что эти слова пелись, когда христиане принимали крещение. «Встань, спящий, воскресни из мертвых и осветит тебя Христос». Итак, 15 стих. Смотрите, поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые. Умный знает, как выйти из ситуации, а мудрый в нее не попадает. Мудрость, друзья, дорогие, это не высшее образование. Вузы могут дать вам знание, а мудрость дает пребывание во Христе. И Соломон говорит, начало мудрости страх Господен. С этого все начинается. Наш брат Яков напишет нам в 3 главе 17 стих. «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна». Друзья, университеты мудрости не дают. Дает Господь, и вы знаете, кто давно верующий и кто еще жил при советской власти там, он мог видеть людей, там и высшую партийную школу закончили. И встает такой Алеша, который имел два класса польской школы. И они бессилизм и говорили, перестаньте здесь проповедовать. А другого языка не было, только библейский. Вот, друзья, эта мудрость довозила их до бешенства тех, которых образований было очень и очень много. Друзья, дорогие, и это дается верующему человеку, который в своей жизни положил ходить во свете. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как мудрые, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Друзья, дорожа временем, здесь я даже слово какое-то мудрое нашел, это не хронологическая единица время здесь, это не будильник, который навели на 5.30 и подъем вам сказали, это период, период времени, это отрезок времени нашей жизни, дорожа временем, потому что дни лукавы. Поступайте как мудрые, Господь изменил нашу жизнь, Господь дал свет в нашу жизнь, Господь дал возможность, и если ты измененный, не молчи. Я всегда вспоминаю пастора Сергея Венковского, покойного ныне, и он говорит, я лег спать, 15 минут 12-го я вспомнил, что я никому не сказал о Христе. Понимаете? Это время драгоценное, которое дал Господь человеку, и он дал обед, я не ляг спать, пока я кому-то не скажу о Христе. Говорит, я накинул на себя что-то, не помню, вышел, на улицу, посмотрел, там через два дома говорит, сосед курит, ну, хорошо, что куришь, я сейчас помогу тебе. И говорит, пока я ему не сказал о Христе, я спать не пошел. Друзья, ну, это время, время, пользуйся временем, дорожай временем, дорожай этой возможностью, которой ты можешь. Время любить, друзья, влюбился в 17 лет, и пока в сознании проблески видны, можешь этим заниматься, это любить, время, но время юности, друзья, оно ограничено. Используй его, дорожа временем, потому что дни лукавые, в новом переводе, окаянные. Я даже не знаю, как вам объяснить это слово, окаянные, но лукавые, более-менее, не понимаю. Друзья, лукавые дни, лукавые, ты не знаешь, откуда прилетит, что может произойти, все так клубком, все так, не знаешь, что будет завтра. Дни лукавые, используй это драгоценное время. Не убивай время на ненужные вещи, не теряй время зря, не проводи время в сомнительных компаниях. Экклезиаст говорит 7, 17. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Друзья, держитесь, Господа, те, которые просвещенные, когда свет учения Христа пленил меня своей красотою, в нем истина, величие, чистота. Как там дальше, кто помнит? Сильнейший стих. Небесный свет в учении Христа. Друзья, это измененная жизнь. И Павел говорит, напоминает, дорожа временем, потому что дни лукавые. И последнее, о чем мы будем говорить, это познание воли Божьей. Итак, не будьте, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте нерассудительны. Значит, будьте рассудительны. Правильно я сказал? Это, друзья, это не то, что так, на взлете или на пролете. Это сели, взяли голову в руки и начали не мечтать, а рассуждать. Зайдите в YouTube и клыкните, как найти волю Божью для своей жизни. вы найдете уйму проповедей, как искать волю Божью. Знаете, что для начала я вам посоветую? Прочитайте хотя бы Новый Завет. Что есть воля Божья? Римлянам 12,2. Как она похожа на то, что мы сегодня читали? И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная. В послании Фессалоникийцам 1 Павел напишет, ибо воля Божья есть освящение ваше. Друзья, жизнь делает светлее каждый день. Освящение пребываю в Писании вот на этот стих 1 с 5 главы, как он звучит. Итак, подражайте Богу, а Бог свят, а Бог совершенный и говорит, что и мы были такими. Друзья, подражайте Господу, познавайте, что есть воля Божья, она добрая, она благая, она совершенная. Но для начала прочитайте хотя бы новый совет. Тем, кто Иисуса принял в свою жизнь, я говорю, для начала прочитай хотя бы нагорную проповедь Иисуса Христа Матфея 5, 6, чтобы ты знал, что Господь хочет для твоей жизни. Это есть и воля Его, это есть то, что Ему нравится, это есть то, что Он в итоге хочет от тебя. Еще одни там в Ютьюбах вопрос задают, как знать волю Божью при выборе спутника жизни. И я вспоминаю пастора двухтысячной церкви, брат Василий из церкви пятидесятников, пастор в Луцке. Говорит, я не советую вам бегать по пророкам. Слушай здесь и слушай здесь. Собери в кучу и молись пред Богом, и Господь обязательно даст тебе ответ. и обязательно пошлет ту единственную, которую Он хочет тебе дать. Друзья, я буду заканчивать и для всех нас хотел бы повторить один из любимейших стихов моих. Я его иногда цитирую в нашей церкви. Первое Петра 2.9 Но вы род избранный, царственные, а может и громче, народ, люди, взятые в его дел или другой перевод в злу, люди Божьей собственности, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас откуда? Из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Друзья, цените то, что вы имеете в Иисусе Христе, когда мы изучаем это священное Писание драгоценное. Подражайте Богу, будьте этим светом в жизни. Если вы вышли с этого мира, благодарное сердце ваше, скажите еще кому-нибудь, что Господь сделать с вами. Поступайте как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И не будьте нерассудительны, но познавайте болю Божию и запомните, что я вам сказал, для начала хотя бы пройдите Новый Завет. Тогда вы узнаете, что говорил Христос, что Ему нравится и что Он требует от нас. Будьте благословенны. Надеюсь, на следующее воскресенье вы все придете с печатным Божьим Словом, когда вы можете просто в панораме посмотреть на Него, когда изучается подробно стих за стихом. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Встанем, помолимся. Продолжение следует...